Доброе утро, друзья! В это прекрасное утро, 6 января, хочу приветствовать всех вас в любови Господа нашего Ишоа Мессии. Это особенный день. Сегодня вечером большинство христиан Восточного Вероисповедания будут праздновать Рождество Мессии. Это прекрасный день. Хотелось бы также, чтобы в этот день многие приняли Его как личного Спасителя и Господа. Исайя 9 глава 6 стих говорит так. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раввинах его. И нарекут ему имя, чудесный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вот этот Мессия родился 2000 лет назад. А также 6 января был мой особенный день. В этот день рано утром, 23 года назад, я молился с благодарностью за своего новорожденного сына и за мою любимую жену Татьяну. «23 года назад в этот день родился у меня сын. И за это я был благодарен Богу». За кого вы сегодня благодарны Богу? Скажите Ему о тех людях, за кого вы благодарны Ему особенно. Я верю, что Писание говорит о том, чтобы мы всегда были благодарны Богу за людей и всегда молились за них. Потому что Он знает наши сердца. Он знает, что мы через трудные вещи проходим. Он знает, что рано утром мы сегодня проснулись. И может быть, нам не весело. Может быть, нам тяжело на сердце. Может быть, нас кто-то обидел до этого. И нам нужно благодарственное сердце перед Богом. Хочу зачитать местописание, послание к Римлянам, 8 глава, 27 стих. Это будет стихом для утешения сегодня, для разбора. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу». Если ты любишь Бога, то все твои мысли, все твои помышления, они направлены для того, чтобы быть добрым человеком, для того, чтобы делать добро, творить его, направлены для того, чтобы общаться с Богом и быть благодарны Ему за все. Как и я был благодарен и остаюсь благодарен Богу за то, что Он посылает в моей жизни. Часть нашего естества заключается в том, что мы, как люди, нуждаемся в общении с Богом. И сегодня эта молитва будет за вас. Итак, хотите, чтобы с вами поступали люди, как и вы поступайте с ними. «И если любите, любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят». Давайте любить независимо от наших обстоятельств. И пускай Господь сегодня сильно благословит вас в этот день. «Авинуши башимаем, або я молюсь за каждого человека, который сейчас смотрит нашу передачу. Подкрепи их, дай им благословение свое». И мы просим Господь, чтобы наша любовь к людям, она была нелицеприятна, чтобы она истекала из нашего сердца. Благослови их. И чтобы это Рождество для них было прекрасным Рождеством в их жизни. «Оче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подаварим на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукава. Ибо Твое и садство, и сила, и слава во веке». Аминь.